Если вы не знакомы с оснасткой дропшот совсем, я вам скажу, что надо для того, чтобы его связать, иметь всего три вещи. Крючок для дропшота, он, в принципе, должен быть специальный, но если смотреть на его форму, просто большой широкий крючок с коротким цевьем. Даже в карповых сериях крючков можно что-то подобрать. Если будет специальный для дропшота, будет вообще хорошо. И специальные грузики, такие вот вытянутые формы, которые имеют специальную клипсу, которая защелкивается на леске, его не надо привязывать, а также можно менять глубину. И можно использовать грузики, у которых есть вертлюжок, тогда надо будет его просто либо привязать, либо застежечку поставить. Вы не сможете менять расстояние, но, в принципе, иногда это и не нужно. Грузики разных кусок, до 60 грамм даже, да? Ну, до 50, да, практически. Грузик можно использовать любой. И флюрокарбон, это обязательно. Я использую флюрокарбон 0,35 миллиметра. Ну, можно использовать, в принципе, от 0, наверное, 3 до 0,45, если приманка очень большая. Считаю это оптимально. Потому что приманка стоит толще воды и рыба к ней подплывает довольно-таки спокойно может ее рассмотреть. Если будет невидимая леска, это дополнительно увеличит количество поплевок. Как я думаю, 100%. То есть, берем... Сколько мы флюрика берем? Берем где-то... Ну, нам надо, чтобы было снизу от приманки метр и сверху полметр. То есть, приблизительно полтора метра. Ну, вот вчера Сергей вязал, он говорил, что он берет вообще 2,5 метра кусок такой флюрика. Вот я почему и спросил, почему такая особенность. Очень редкий случай бывает, когда ты стоишь сверху, на бугре кидаешь в яму и резкая бровка. Получается так, что приманка при таком большом расстоянии от грузика находится от 1, буквально полметра. Или ты делаешь заброс, бывает довольно-таки дальний, опять же, из-за того, что угол лески приблизительно 45 градусов, опять же, приманка вроде бы 2 метра от грузика, но на дно всего лишь метр. Ну да. Под лодкой уже, допустим, это слишком высоко. Можно ставить небольшое расстояние и кидать недалеко, чаще перемещаться, тогда можно более деликатно играть снастью. Я считаю вот такой второй вариант. Я понял. Так, ну что, еще мы начинаем. Привязываем флюркарбон к леске. Привязываем, самое главное, короче, к лесенке, да. Он будет где-то от шнура находиться на таком расстоянии. Берем где-то полметра, да? Да, полметра и вяжем узел. Так, покажи, как ты его вяжешь. Паламар. Паламар складываем вдвойне, протаскиваем. Продеваем и просовываем потом туда ключочек, да. Так, понятно, все у нас. Здесь все стандартно. Немножко его не обязательно. При затягивании желательно проследить, чтобы он стоял жалом вверх, да. Вот, я его затянул. И теперь дополнительно нижнюю часть лески длинной на этот кусок, который шел грузик, продеваем сверху еще раз петлю в цевьё крючка. Пушка крючка, да? Пушка крючка, да. Нижний кусок лески длинной, который остается. Да. Зачем это делаем? Тем самым получается, что крючок уже никогда у нас не завалится на бок. Крючок смотрит вниз. Теперь мы привязываем всю эту систему к шнуру. Полметра лески над крючком и мы привязываем верхний конец оснастки к шнуру. Складываем шнур вдвойне, ой, леску вдвойне складываем. Продеваем в эту петельку. Протаскиваем. Перехватываем петельку и вокруг вдвойне сложенной лески делаем 6-7 оборотов. Сначала по направлению к крючку, потом перехватываем и уже обратно по направлению к леске делаем еще 6-7 оборотов. Продеваем там же в петлю. Тянем за шнур и немножко перед этим смочив. Два конца лески стягивают. Получается у нас как раз вот этим местом, где флюрик сложен вдвойне, у нас входит в тюльпаны и она не сильно бьет по кольцам, правильно? Да. Откусываем. Вот самый-самый корешок. Карбон. Маленький кусочек шнура можно оставить. Так, а крючки какие еще раз? Какой размер ты используешь? Это крючок 1-0. 1-0. Ага. Этого достаточно для такой резины, да? Серия, вот, полметра у нас от лески и снизу крючка у нас есть кусок, я сделал даже вот порядка метр двадцать. Мы сможем менять глубину, там вот, условно, полметра до метра двадцать. Так, теперь расскажи, пожалуйста, прости узелки, которые ты на леске делаешь и про вот этот специальный грузик. Так, я, в принципе, просто надеваю этот грузик через клипсу и зажимаю. И все? Я его ничем не стопорю, если леска толстая, вот как я использую, клипса хорошо держит. Если я зацеплю грузик, то при, наверное, грузике килограмм пять он перекусит. Ага. Ну, весь их здесь зажимает, да? То есть узелки делать необязательно? Можно сделать, просто взять, вот просто, и простым узлом завязать, тогда он точно сползать не будет. То есть даже если ты вот так вот просто зажал его на леске, да, и грузик застрял у нас какое-то препятствие, он не соскочит? Не соскочит. Он застревает, в принципе, довольно-таки редко, если толомитные какие-то, да, куски или плиты, чтобы застрять. То есть так он не соскочит никакой образом. Да, грузик без каких-то крючков. Угу. Все будет хорошо и так. И все. И берется приманочка. Ну, давай вот эту вот, допустим, мне вот это очень нравится. Приманочка и цепляется. Вот самое важное, да? Да, как ее одевать правильно? Можно вставить, как вы вставили, если бы использовать джиг-галоп. Угу. Но считается, что самая эффективная и самая правильная игра, когда приманка поддевается за носик и фиксируется вот таким вот способом. Вот таким вот образом, понятно. Тогда она имеет максимальную свободу. Так, но это еще не самое важное. Вот я у тебя вижу на твоей оснастке, которая у тебя связана, у тебя вот здесь вот стоит тройничок. Да. Сейчас я покажу, как я его вставил. Ты мало того, что покажи, ты свяжи его и оснасти вот эту вот рыбку, которую ты мне делаешь. Мне сейчас надо найти. То есть вот у нас рыбка, которая одевается. Сейчас подожди, я посмотрю. И вот такая вот штучка, правильничок на петельке, которая дополнительно одевается. Да, я смотрю, у вас очень это сильно популярно ловлено дропшот. Особенно судя по тому набору приманок. Есть вот такие даже очень интересные. Всякие разные резинки для дропшота. Вот эта система с страничком. Это нужно для того, когда рыба пассивная, когда она кусает. Самое интересное в ловлено дропшот, что какую бы ты большую приманку не поставил, при поклевках обычно всегда крючок оказывается во рту, несмотря на то, что он только в голове. Маленький крючок, который одинарный. То есть рыба, приманку, которая стоит на месте, все равно будет всегда атаковать с головой. Но, когда мы... Почему мы это вяжем? Рыба совсем не клюет. И, видимо, есть она ее совсем не собирается. Она подплывает, не смотрит, ты на месте. Подергиваешь, подергиваешь, и она все-таки за хвостик. Но пытается ее укусить там... Просто попробовать... Наказать, короче. Да, или непонятно зачем. В таких случаях только такой трыльничок позволяет его поймать. Есть стопора силиконовые. Вряд ли. Ооо, нету Андрюха Собора. А стопор обязательно нужен? Для чего он нужен, стопора так? Нужен. Я не хотел сказать. Сразу эту камеру, потом вяжется. Потому что это уже долго. А почему стопор нужен? Ну, обязательно. Ну, для чего? Объясни. Чтобы зафиксировать это на кубчике. Так, а почему мы не можем просто связать... Видишь? Да. Чтобы длину подкатывай? Сейчас ты его привязываешь. Ты его поддеваешь просто. Поддеваешь приманку. Хорошо, давай сделаем по-другому. Давай сделаем без стопора. Просто привяжем в ушко. Привяжем к крючку. Какой такой морой? Ты представляешь? Это все так долго. Где такие сложности? Почему долго? Сделаем обычно. Потому что я делаю систему, которая очень... Ну, вот нету людей с топоров, допустим. Что делать? Как им быть? С топора купить. Ну, а если нет? Как нам сейчас выйти из этой ситуации в полевых условиях? Закончились топора. Сдуло с топором ветром. Блин, ну привязывать к крючку я никогда в жизни не буду. Блин, перед дядей. Даже учитель. Почему? Потому что ты приманку снимаешь, не всегда он нужен. Ты ловишь зацепку, он не всегда нужен, блин. Но надо быстро хоп снять и поставить. А теперь как он стоит? Так а если одевать петля в петлю его? Сейчас он стоит. Я понимаю. А если вот здесь петля в петлю? В ушко крючка большого? Надо одел, не надо, снял. Давай петля в петлю. Надо же как-то выходить из этой ситуации. Вяжем дополнительный тройничок. Берем шнур, какой у вас есть под рукой. Здесь 0,12 мм. И складываем его вдвойне. Подождите. Надеваем в ушко тройничок. Подождите, давай ставим здесь петельку. Если мы будем петля в петлю делать, вот этот конец оставим, а привяжем его с той стороны. И оставляем столько, сколько нам надо. Здесь должна такая торчать петля. Угу. Ну сантиметров 10, да? И привязываем тройник обычным узлом, который привязывается к крючке. Да. Надо учесть, что когда вставляешь петлю, при затягивании узла еще сантиметр, а то и полтора добавится. Да. То есть обычный узел, который мы привязываем крючки, да? Да. У нас рыбка будет длинная. Все лишнее. Получилась такая петелька, которую можно взять в нашу снастку. Ну и что, мы просто продеваем в ушко крючка. Или можно просто на крючок ее одеть? Можно на крючок одеть, можно в ушко. Тут ушко маленькое, но я думаю мы сможем найти место. Суроводим немножко, кнопочки продели. И на сумах в петлю, зафиксировали уже намертво. Все, петля в петлю. И вот сама костика такая. Можно еще так немножко. Схитризная. Все. Вот она у нас, оснастка готова. Убийца рижского судака, и не только рижского. Можно пару слов о спиннинге. Если кто-то думает, что там нужен какой-то специальный спиннинг, совсем не обязательно. Тот же спиннинг, которым вы ловите на джип, можете ловить на дропшот. Единственное, что если спиннинг будет чуть длиннее, чем 2.10, лучше 2.30, 2.40, тем будет вам легче забрасывать. Потому что, видите, реманку вы. Да, у нас. Сидя в лодке с коротким спиннингом, вставать. То есть, желательно палка вот 2.40 и выше, да, все-таки? Ну, 2.30 я считаю оптимальным. Хотя, в принципе, 2.70, 2.10 можно тоже кидать. 2.40, 2.30. Ну, это за счет того, что у нас узел, который нормально проходит сульпан в кольца, да, сильно по ним не бьет. Ну, это опять же только из-за заброса. Потому что уже забросив приманку, дальше проводку вы будете делать с коротким спиннингом. То есть, грубо говоря, у нас вот этот свес от приманки до крючка, да, где-то метр двадцать мы сейчас сделаем. Можно сделать полтора там. Можно сделать полтора, можно сделать метр, можно сделать иногда и полметра, если вы видите, что поклёвов нет. Пробуйте!